Виктория Ляхова 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 жителей нашего города. Так вот, это дело-то не закончилось, Антон. Дело в том, что Дом престарелых подает теперь в суд на эту девушку за то, что вот она так очернила их репутацию и выставила на всеобщее обозрение ужин стариков. Более того, с ее семьи требуют 300 тысяч. Девушка, конечно, сейчас... Я думаю, на эти 300 тысяч столовые приборы явно не купят в этот дом престарелых. Я тоже предполагаю, но такая ситуация произошла. Что будет дальше и как теперь девушке, где искать поддержки, я думаю, что ее поддержат многие и подписчики, и многие, кто прочитает этот материал, читайте... Истина должна восторжествовать, и просправедливость в том числе. Читайте материал в газете «Хвост и ледки». Еще раз повторюсь, но и на полдень. Следующий материал наш Владислав Кужухарь пообщался с необычным человеком. В Актюбинском центре социальной адаптации поступил такой, так скажем, фантазер. Но его судьба не совсем-таки простая. Дело в том, что по всем официальным документам Уральского ЗАГСа мужчины уже нет в живых более чем 10 лет. И вот такая странная ситуация, тем не менее... Попахивает мистицизмом. Если честно, мужчина сам с необычной такой точкой зрения на всю жизнь, у него свое мнение на все, что происходит вокруг него. Мне кажется, свое мировоззрение. Конечно, он постоянно боится, боится какого-то подвоха. Тем не менее, Владислав Кужухарь пообщался с руководством центра адаптации и решил вообще узнать, как же быть человеком, который действительно остался в такой сложной ситуации. Он ведь и не там, и не там, так скажем. А как он оказался вообще в Октюбе и что ждет бедного мужчину Бориса Варлова, читайте в номере нашем новом и в материале Владислава Кужухаря. Следующий материал. Зимой нам будет не сладко. Я думаю, каждый из жителей города Октюбе заметил, насколько выросли цены на продукты. Это и овощи, и фрукты, и сахар. Особенно домохозяйки, думаю, это заметили, потому что сейчас пора все-таки ягод, когда нужно варить варенье, компот. И они заметили то, что сахар подорожал на целых 50 тенге местами. Это значительный рост. Так вот, Владислав не просто, так скажем, обличил эту ситуацию, он попытался глубже нырнуть и узнать все-таки, в чем кроется-то. Вот такие вот росты, да, цены, почему, и как нам теперь дальше быть, и как простым домохозяйкам заменить сахар. И он предложил несколько вариантов, так скажем, как приготовить какие-то явства без сахара. Читайте, будет очень интересно, не только домохозяйкам. Спасибо большое, Виктория. Ну, в принципе, мы рассказали самое основное, что вы можете прочитать в газете. Это только начало. Я думаю, в газете много, еще очень много интересных, развернутых материалов, в которых вы можете почерпнуть много нового. Ну, а мы встретимся уже на следующий день, в следующий час 30, завтра. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова